Знаменитый золотой пистолет из фильма об агенте 007 украли. Что это за оружие и зачем оно похитителям? Антигерой фильма о Джеймсе Бонде 1974 года, которого звали Франциско Скороманго, использовал в качестве своего оружия золотой пистолет. Конечно, трудно представить, чтобы настоящий профессионал своего дела использовал оружие из золота. Слишком мягкий металл. Его любят только арабские шейхи, когда заказывают золотые АК у оружейных мастеров. Но шейхи так подчеркивают статус. А вот наемник Скороманго должен был предпочесть универсальное и функциональное оружие. Даже позолото на оружие вместо воронения непростительная роскошь. К чему нужно лишнее внимание? Но все это фильм. Мы же не придираемся к шляпе бумерангу, лазерной пушке и стальным челюстям у других врагов Джеймса Бонда. Нас больше интересует, что это был за пистолет. Если обратиться к первоисточнику, то в книге Флеминга Скороманго носил лишь позолоченный браунинг. В фильме решили сделать оружие еще более экзотичным и необычным. Пистолет киношного Скороманги собирался из портсигара, ручки, зажигалки и запонки. Такой вот пистолет-конструктор. Понятное дело, что в реальности ничего подобного не существует. Скорее всего он был бутафорским, и применить его в реальности вообще невозможно. Пистолет после съемок долгое время лежал в хранилище киностудии Элстри к Северу от Лондона в графстве Хартфордшир. В один из обыденных пятничных дней в 2008 году пистолета просто не оказалось на месте. Его украли. Зачем кому-то нужен бутафорский пистолет из старого фильма? Разве что вор преданный фанат этого фильма. Но на самом деле все намного проще. Пистолет стоит по некоторым оценкам около 80 тысяч фунтов, 136 тысяч долларов. Так что здесь мы имеем дело с обычным корыстным интересом. Другое дело, что продать такое оружие будет далеко непросто. Кто захочет связываться со столь специфичной вещью непонятно. Хотя возможно грабители уже имели покупателя и действовали по определенной наводке. А может и вовсе думали, что пропажу реквизита из старого фильма никто не заметит. Вообще с этим пистолетом было уже много проблем. Помимо того, что он пропал как раз перед тем, как его хотели продать коллекционерам, до этого пистолет изъяли в аэропорту Лос-Анджелеса, куда актер, игравший с карамангу, летел на пресс-конференцию по фильму. Доходило и до опасных ситуаций, когда в Далласе полицейский заметив в руках актера этот бутафорский пистолет выхватил свой настоящий с криком «бросай оружие». К счастью, тогда все обошлось. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию. Субтитры создавал DimaTorzok